Я призвался из Таганрога. По состоянию здоровья был сильно здоров, потому что борьбой занимался и так серьезно. А футболом вы занимались в то время? Нет. Меня забрали в подводники, потому что здоровье было хорошее. Меня в учебном отреде подводного плавания 34204 приняли. Потом на беговую дорожку лейтенант Панин пригласил 100-метровку пробежать. Посмотрел и говорит, что это вранье какое-то. Ну давай еще раз. Ну я еще раз пробежал. Так, в спортроту. Сколько тогда, не помните? За сколько его пробежали? Не помню. Ну много. Ну вот я могу только сказать, например, вот Иван Украинцев. Мы с ним прыгали за 6 метров в длину. А с места доставали баскетбольное конецо в прыжке. Ну иначе бы я центральным защитником не... Два брата украинцев играли. Один левый крайний, один защитник правый. И они очень сильно играли. И тоже они на год раньше, чем я, пришли в команду металлист 13-го судоремонтного завода. А нас уже Парасенко. В принципе, директор завода Парасенко Михаил Иванович и собирал эту команду. Он большой любитель футбола. Болельщик страстный. И очень хотел, чтобы в его заводе, где он директор, была бы сильная футбольная команда. Но это ему удалось. Грамоту... Нет, нам подарили спортивные костюмы шерстяные. Нам подарили. Мастер. Тоже дефицит в то время. Да. Вот это нам подарили. Это была вещь. Да. Ну и потом, особенно когда вторую медаль получили. Ну, люди наши заводские, знающие вот нас. Если я шел пешком, например, там из автобуса выходят. А вон Лёва пошел. Там уже... То есть нас город знал. Город знал. Мы в газетах. Слава Севастополя была и тогда. В Славе Севастополя там не раз печатались, как лучшие спортсмены года и так далее. Это была политика государства. Ну, здоровый человек. Сейчас пытается, Владимир Владимирович, ввести вот это ГТО нормы, все. А это было отлажено. Я вспоминаю про то время. Все, все, вот где нашняп, да, они все носили с утра до вечера играли. Как это ты в футбол не играешь? Такого быть не может. Во дворе с тобой здороваться не буду. Компьютеров не было. Спортом не занимаешься. Максим, оно по-другому как-то было в чести, понимаешь, заниматься каким-то спортом. Во дворе все играли. Будем говорить, корректными судьи никогда не были. А, я только об этом подумал. Они корректными никогда не были. И поэтому последняя игра, где решалась судьба золотых медалей, уже вторых золотых медалей в Бучичи, диктовалась судьей четко. И приходилось там все в защите, все в нападении. Мотаться приходилось, будь здоров. И Юра Цуканов там проявился здорово. Он вообще как-то по игре, у него стиль игры был такой, что он от трех от четырех где-то там из кучи вылезет и гол забьет. Вот такая у него методика игры была. Здорово играл. И тогда он ничья, 0-0. Время кончается игры. Юра выходит один на один и забивает гол. А мы все на стадионе тишина, а что дальше будет? А дальше там еще что-то там, еще пять минут оставалось до конца игры. Мы-то не ждали, что нас выпустят из лап. Потом назначают на вал, на нас последние пять минут и назначают до 11 метров, за что я уже не помню. Но в наши ворота назначают. Ну что, мы пошли вот с Иваном Украинцевым, отвернулись и пошли. Судья объявил, что время кончилось. Вот как будет, так и будет. Забьет, значит, забьет, не забьет, значит, не забьет. Забьет дополнительное время, не забьет, значит, вы выиграли. Ну и, видимо, парень, который пробивал 11 метров, сильно переволновался. Метра на два выше ворот. Но мы этого не видели. Нам рассказывали. Мы отвернулись с Иваном Украинцевым и пошли в сторону центра поля. Ну и потом уже кинулись друг друга поздравлять. Вот такие были сражения. Ну, правда, мы знали, что нас будут давить. Нас даже вот, надо отметить, что именно украинцы западные приходили к нам в гостиницу и говорили о том, что там, ребята, смотрите, предприятия города там скинулись. Предупреждали даже. Да, что там судейства объективного не будет. Интересно, сами люди приходили. Сами люди приходили и говорили. Ну и надо признаться, что когда уже награждение было, это же там все было награждение, то тоже люди отнеслись, аплодировали без всяких. И наша реакция на все это была такая, что мы, там, да бог с ним, что там уже все позади, в конце концов, там, что подслуживали, что там, ну, они дома. Мы с ним приехали, они дома. Так вот, оказались гостеприимными дважды они, видите-ка. Дважды оказались гостеприимными, отдали первое место. Да. Я думаю, чуть больше раз, просто мы сейчас не о всех случаях знаем и помним. Ну, а потом предстояла игра для того, чтобы становиться классной командой. Мы же выиграли здесь все, в чем можно выиграть. Вот. Но завод не располагал материальной базой для того, чтобы содержать команду мастеров. С Чайкой мы играли. С Чайкой. Мы Чайки проиграли, забив гол в свои ворота. Ну, что значит, Алексеевич, а вот я хотел как раз, мы просто опередили с этим вопросом. А взаимоотношения, вот у нас два, всегда было таких третий-то в городе. Флотская команда, команда Морзавода и команда 13-го завода. Вот отношения вот с этими командами, особенно с Морзаводом, это всегда было такое соперничество. Команда мастеров с нами встречалась только в товарищеских матчах и в тренировочных играх. А так у них своя программа, и они со своими противниками играли. Вот. Что касается Чайки, это были вечные... В скобках ураи. Нет, в скобках друзья. Потому что мы, как люди, общались друг с другом очень хорошо. И знали друг друга, и дружили. Но на поле были... Непримиримыми. Непримиримыми врагами на поле. А так, после Коля Юров к нам пришел из Чайки, а из флота, из Монахов Стас пришел, и Боря Елецкий пришел, и Литвинов пришел. Спасибо вам огромное за воспоминания, Алексей. Ну что вспомнил, то расскажу. Вам здоровья, здоровья, чтобы и на 60, и на 70, и на 100 лет победы мы вспоминали об этом вместе с вами. Да дай Бог.